Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу, в день памяти преподобного Авросия Оптинского, за богослужением читается отрывок из Евангелия от Луки, глава 6, стихи с 17 по 23. А также дневное евангельское зачало того же евангелиста, глава 5, стихи с 27 по 32. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке в прочтении Отца Александра. Во время Оно, приходя Иисус, узре мытаря именем Львию, сидящая на мытнице, и речей ему, Иди по мне, и оставль вся, восстав во след его, иди, и сотвори чреждение велия, леви ему в дому своем, и бе народ мытарей мног, и инех, и жебяху с ним возлежаще, и раптаху книжницы на него и фарисеи, ко учеником его глаголюще, Почто смытори грешники ясти и пиете, и, отвещав Иисус рече к ним, Не требуя здравия врача, но болящие, не приидох призвать и праведных, но грешных в покаяние. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. В то время, проходя, Иисус увидел мытаря именем Львия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, Следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Львий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ, Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Строки сегодняшнего евангельского чтения повествуют о призвании Господом евангелиста Матфея в число 12 учеников. Описание этого события нашло свое отражение у евангелистов Луки и Марка, а также и самого Матфея. Только как замечает Ефимий Зигабен, Лука и Марк из почтения к соученику опустили известное его имя, назвав его Левием, потому что и так его называли. Сам же Матфей открыто признается, что был мытарем, так как и Христос не стыдился его. Как вы, наверное, знаете, в Палестине больше всего не любили именно мытарей, то есть сборщиков податей и налогов в пользу римской казны. Палестина пребывала под игом римлян, а мытари находились на римской службе, поэтому на них смотрели как на предателей-изменников. Римляне обычно отдавали сбор налогов на откуп. Они устанавливали определенную сумму налога для каждого района, а потом давали право взымать его тому, кто предложит наибольшую цену. Если откупщик в конце каждого года вносил в римскую казну установленную сумму, он имел право оставлять себе все, что мог собрать сверх этой суммы. Налоги же взымались практически со всего. За пользование главными дорогами, гаванями, рынками. Честность среди мытарей была очень редким явлением. Именно поэтому люди ставили мытарей в один ряд с грабителями и убийцами. Им запрещали вход в синагогу. И тем не менее, Господь призвал сборщика налогов стать его учеником. Борис Ильич Гладков пишет, «Этот мытарь, занятый постоянно сбором пошлин, вероятно, только слышал о совершенных Иисусом чудесах, но сам едва ли видел их. Однако он бросает все, и, возрожденный этим призывом, идет за Иисусом». А фарисеи и книжники, слышавшие свидетельство Иоанна, видевшие чудеса, совершенные Иисусом, не пошли за ним, то есть не сделали с его последователями. Это доказывает, что грешники, сознающие свою греховность и готовые искренне раскаяться, ближе к Царству Небесному, чем превозносящиеся своей мнимой праведностью. Такова сила слова Господа, что мытарь, человек зажиточный и жадный, бросил все и последовал за ним, не имевшим где и голову преклонить. Обрадованный призывом Господа Матфей пригласил к себе в дом Иисуса Христа и его учеников и устроил им угощение. По восточному обычаю приглашенные на обед или ужин не сидели за столом, а возлежали вокруг невысокого стола на особых приставных скамьях или диванах, облаготившись левой рукой на подушку. В дом Матфея пришли и его товарищи по сбору податей, другие мытари, и возлегли со Христом и его учениками за одним столом. Это и дало повод законникам осудить Господа за такое сближение с грешниками. Увидев, как Господь ест с ними, книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» На что Господь отвечает, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Этими словами Спаситель указал на то, что каждому больному человеку нужен врач, а значит, именно такие, как Матфей и его друзья, больше всего нуждались в нем. Блаженный Феофилакт поясняет, «Я пришел теперь, говорит Господь, не как судья, но как врач. Ибо я пришел призвать неправедников, говорит, укоряя их, то есть я пришел призвать не вас, которые оправдывают самих себя, так как нет ни одного человека праведного. Я пришел призвать грешников, однако не для того, чтобы они оставались грешниками, но чтобы покаялись». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат глубокую и неприходящую истину о том, как важно научиться смотреть на грешника не как на преступника, а как на немощного, больного человека. Как важно научиться видеть в человеке, совершившем ошибку, не того, кто заслуживает презрения и осуждения, а того, кому нужна помощь и любовь, чтобы найти правильную дорогу ко спасению. Помогай нам в этом, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok